Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константинович. Сегодня у нас грыжа позвоночная, либо в народе говорят так, межпозвоночная, либо межпозвонковая грыжа. Откуда она берется? И что, скажем так, либо с чего начинается она? Многие задают вопрос. Понять многие не могут, что наш организм не только с физического тела состоит. И наши люди думают, что если они будут долго, сильно, упорно заниматься спортом, они будут здоровы. Да, понятно, да? Потому здесь на первом месте стоит все-таки истощение, физическое истощение человека. Понятно, да? Это почему такие выводы мы делаем, согласно Восточной Медицине. Будьте внимательны, вы все поймете. Меридиан мочевого пузыря является самым большим длинным меридианом в нашем с вами организме. Из всех 12 меридианов. Этот меридиан несет в себе огромный, колоссальный энергетический запас и баланс янской, движущей энергии человека. Ясно, да? Но человек по своей, скажем так, по своему, скажем точнее, извините, развитию, что пользуется своей энергетикой неразумно, неудро, истощая ее. При этом не пополняя. Он думает, больше отдохнет, больше покушает, он там восстановится. Да, вы будете восстанавливаться до определенного времени, пока мы с ним пойдут возрастные изменения. Понятно, да? Когда они будут у вас, первая травма недавно, спортивная, вторая травма, третья, человек чувствует, что начинает иссякать силы, он не знает, откуда их брать. И вот здесь, что первые, специфические боли позвоночного столба, дискомфорт позвоночного столба. Вот там кольнуло, там потянуло, там защемило, поставили остеохондроз, протрузии поставили, ну и пошло, 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 поехало. А восстановить энергетику человек не может. Вот представьте себе, самый длинный меридиан, который питает все органы и системы, всю центральную систему нашу с вами. Головной мозг, спиной мозг, все функции головного и спинного мозга, и не только. Этот меридиан. Первый вопрос к человеку, у которого обнаружили рыжу позвонков. Либо межпозвоночную рыжу, извините, если поправить. В каком состоянии этот меридиан? Он у вас воспален или он у вас слабый? И заметьте, каждая здесь группа точек контролирует наши с вами позвонки. Крестец и не только. Вот в каком состоянии этот один меридиан? Из 12 мы только спросили. А ведь позвоночный столб сделан из чего? Это скелет. Здесь сразу автоматически вторичная связь. В каком состоянии? Почки. Потому что почки контролируют нашу с вами костную систему. Но так как у человека боли в мышечном каркасе начинаются. Понятно, да? Тут навязчиво сразу поджелудочный железок нам подкрытается. Потому что она контролирует мышечный каркас. В каком она состоянии? Ясно, да? И вот когда вы ответите на эти вопросы с точностью. И пока эти меридианы ваши будут воспаленные, эта грыжа будет появляться у вас. И когда эти меридианы будут слабые и вялые, эти грыжи будут у вас появляться. А вот когда вы расслабите свои меридианы, приведете их в порядок, либо наполните истощенную свою энергетику новой энергетикой, на этом нужно тоже время и работа над собой. Вот тогда грыжи позвоночные оставят вас в покое. Понятно. А так лечите, не лечите. Сохраняйте себя, как хотите это называйте. Я ничего против не имею. Но помните, без диагностики 12 меридианов общего состояния организма вы не сможете помочь на 100% своему организму. Может ему нужно задать тонус, либо снять тонус. И данная точка В29 Джун Лью Шу является точкой, которая всегда выступает при всех лечениях грыж межпозвоночных. Понятно. При воспалительных процессах данная точка расслабляется, при слабости, вялости всей системы 12 меридианов данная точка тонизируется. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.